Виктор Николаевич Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор Запаса Службы Безопасности Украины, заместитель председателя Службы Безопасности Украины 2014-2015 годы с нами на связи. Виктор Николаевич, приветствую вас. Доброе утро. Да, доброе утро. Действительно, есть ряд вопросов, которые хотелось бы с вами сейчас обсудить. О том, как Кремль хочет в течение полугода таки перехватить инициативу на поле боя. Я добавлю, Россия в ближайшие 6 месяцев постарается перехватить инициативу и готовится к решительным стратегическим действиям, чтобы положить конец контрнаступательным успехам Украины. Именно так полагают эксперты Института изучения войны. Хочу вас спросить, если вы согласны с такой точкой зрения, которую предоставляет в своем отчете Институт изучения войны, тогда какие показатели говорят о том, что Кремль действительно в течение полугода прехватить хочет инициативу на поле боя? Начиная с вопроса очередной волны о мобилизации, что еще мы можем добавить в этот ряд тезисов, которые свидетельствуют о том, что Кремль попытается перехватить инициативу и возможность очередного наступления? На самом деле, фактически, вот эти бои, которые происходили в Бахмуте Солидаре, это было такое, наверное, скорее всего, тестирование возможности использования минимального количества техники и максимального количества личного состава для продавливания украинского фронта. И эти тесты показали, что, по их мнению, российские генералы правы, что количеством можно перебить качество. Поэтому они сейчас будут активно пытаться накопить большое количество мобилизованных. Если все пройдет так, говорил наша разведка, то где-то буквально с сегодняшнего дня должна начаться активная фаза мобилизации. Они должны накопить около 500 тысяч военнослужащих. Если считать, что перед этим они мобилизировали где-то около 300 тысяч, из них, наверное, 150 уже были использованы, а 150 где-то находятся на полигонах учебных центрах, то общее количество людей, которые они могут выставить, около 700 тысяч человек. Поэтому это огромное количество людей. Я понимаю, что есть проблемы с их обмундированием, обучением, обмундированием, вооружением. Но еще раз хочу сказать, что русские генералы считают, что огромное количество личного состава можно использовать для того, чтобы продавить наш фронт и достичь каких-то, не знаю, успехов в стратегическом плане. Даже не в тактическом, а именно в стратегическом. Потому что Путин все-таки остается на своем мнении, что Украину надо уничтожить именно в том виде, в котором она сейчас существует. Виктор Николаевич, 600 тысяч – это та цифра, действительно, которая звучала. Была информация и до миллиона. Но если мы говорим о том, что это наступление, потому что, видите, как говорит министр обороны Украины, господин Резников, что это может произойти в любой день, называется и марта. Есть также информация от того же Института изучения войны, что это где-то ближе к апрелю все-таки. Но за это время, я так понимаю, все равно определенный процесс обучения, хотя бы частично из этих 600 тысяч, могут пройти это обучение? Либо же все-таки, по вашему мнению, это будут неподготовленные бойцы? Я думаю, что они будут послать их волнами. То есть первая волна уже подготовлена частично в Беларуси, частично на полигонах России. Это около 150 тысяч человек. И остальные, если будут подтягиваться, то они будут тоже готовиться. Вся проблема в том, что готовить пехоту намного легче, чем, не знаю, там, каких-то даже танкистов, зенитчиков, артиллеристов. Поэтому, учитывая, что с танками и с мотопехотой у них, наверное, будут очень большие проблемы, они переходят просто на обыкновенные штурмовые подразделения или, как в старину говорили пехоту, стрелковые подразделения, даже не мотострелки. Поэтому минимальная подготовка около двух недель. 11 месяцев войны. Ну, Россия фактически не достигла тех оперативных целей, которые себе ставила. Захватить Киев, Луганскую полностью, Донецкую область. То, о чем мы сейчас уже частично с вами тоже продолжаем об этом говорить. Также не удалось удержать Херсонскую область, Харьковскую, если мы говорим, город Херсон. Ракетные обстрелы, которые продолжаются. И действительно, от экспертов и представителей военного сектора в нашем эфире мы понимаем, что риски повторных ракетных обстрелов, они никуда не исчезают. Но все-таки ракетные обстрелы, направленные на энергетическую инфраструктуру, не деморализовали украинское общество, как на то надеялся Кремль. Поэтому сейчас, насколько я понимаю, все-таки ту информацию, которую дают, опять же, представители военного сектора, что готовятся такие крупные наступления, и как называют его крупные наступления русских, институт изучения войны. И вот институт изучения войны акцентирует внимание все-таки, что это будет в районе Луганской области. Чем они это аргументируют? Что туда Кремль перебросил значительные воинские части с южного Херсонского направления и создал уже полевые укрепления в Луганской области, а также в Белгородской и Курской областях России. Как вы считаете, если говорить о крупном наступлении российских войск ближе к весне или в конце весны, тут уже действительно по датам мы будем видеть, я так думаю, в ближайшие месяцы, все-таки это Луганская область? Либо же, по вашему мнению, какие там могут быть направления? Ну, есть на самом деле четыре направления, которые могут быть использованы либо одновременно, либо с развитием ситуации, определение, на какое направление будет взято за основное. Это тактика, которая еще использовалась в советской армии, красной армии во Второй мировой войне. Поэтому я не думаю, что они откажутся от такой возможности. То есть они могут попробовать продавить оборону Украины в четырех местах и посмотреть, что лучше пойдет, и уже усиливать какое-то одно направление. Если по границам Украины, это, соответственно, белорусское направление, скорее всего, это в районе границы с Волынской и Ровенской областью. Это одно направление. Второе направление – это с севера, между Сумом и Харьковом, для того, чтобы попробовать отделить Харьков от общей Украины и таким образом захватить не только Харьков, но и всю область. Третье направление – это то, что вы сказали, это Луганск. Там будет намного сложнее, потому что там наша хорошая группировка стоит, и у нас есть продвижение в контурнаправление. Это может быть просто контрнаступление с остановкой нашего наступления и переходы в их контурнаправление. И южное направление – это направление Запорожья. Тоже сделано для того, чтобы не дать возможность нашим пойти в атаку на Мелитополь. Создана определенная группировка войск для того, чтобы возможно наступать в сторону Запорожья. Вот эти вот четыре направления – это такие основные. Ну и не будем забывать все-таки их желание сдерживать юг Украины. То есть то, что они не оставляют своих желаний все-таки наступать в сторону теперь уже Херсона, Николаева, Одессы, и таким образом отделить Украину от моря. Вот это те стратегические задачи, которые они себе там нарисовали. Насколько у них получится, ну будем смотреть, мы же тоже не соседим просто так. Да, я понимаю, и украинская разведка за эти 11 месяцев показала, что иногда она работает и действует на несколько шагов вперед. То, чего, скорее всего, и тоже не могла предугадать и предусмотреть Российская Федерация. В продолжение российского наступления с севера Украины, то, о чем мы сейчас продолжили говорить, экспертное сообщество мировое говорит о том, что пока это маловероятно. Хотя Кремль сейчас обеспечивает гибкость планирования, это тоже понятная ситуация, и расширяет российское военное присутствие в Беларуси, и, возможно, еще расширит эти процессы в период, предшествующий запланированным крупным учением. Крупные учения в сентябре 2023-го, то есть это еще далекий процесс во временном отрезке, хотя время бежит очень быстро, действительно. Но сейчас, вот с сегодняшнего дня, Минобороны Беларуси начинают совместные с Россией летно-тактические учения, которые продлятся до 1 февраля. Виктор Николаевич, хочу у вас спросить и добавить, что в рамках учений задействованы будут все аэродромы и полигоны. И о чем это свидетельствует, к чему это может привести? Потому что очень часто, мы с вами знаем, под видом вот этих учений могут происходить действительно определенные попытки, которые связаны с тем, что Беларусь сегодня используется как плазатарм и нанесение ракетных обстрелов и так далее. Как вы думаете, вот эти учения 16 января, прошу прощения, по 1 февраля, что за ними на самом деле стоит? Ну, все-таки надо очень внимательно наблюдать за этими учениями, потому что, ну, во-первых, это будет очень сильно раздражающий фактор именно для нас. Думаю, что воздушных тревог будет намного больше, потому что мы же не можем понять, учебный или тренировочный, или какой-то там другой полет, или это боевое вылет самолетов. Это один фактор. И второй, нам надо помнить, как происходила подготовка к вступлению в войну России до 24 февраля 1922 года. Они тоже активно готовились в Беларуси на различных учениях. И под видом этих учений и перемещения войск туда сюда тоже сформировалась эта группировка. Я понимаю, что они тоже как бы прошли тот этап, когда количество войск, которые они использовали тогда для наступления на Киев и с северного направления, они понимают, что в тот период она была явно недостаточной. И для того, чтобы хотя бы чего-то достичь, надо хотя бы не меньше 100 тысяч человек. Пока что мы этого не наблюдаем. Поэтому будем очень внимательно с помощью своих возможностей, с помощью, наверное, партнеров наблюдать за действиями противника и ориентироваться на то, что там будет изменяться во время этих учений. Но то, что их нельзя выкидать из поля зрения, это однозначно. Да, действительно, за этим нужно следить. И мы с вами можем вспомнить уже, как во время интенсификации боевых действий все время продлевались эти учения на территории Беларуси, то есть 24 февраля. В то же время, Виктор Николаевич, еще хочу один момент с вами тогда обсудить. Я сейчас использовала информацию от Института изучения войны, но ряд аналитиков, которые предоставляют свой анализ для международных изданий, вот, например, для New York Times аналитика вышла о ситуации в Украине, и в ней говорится, что страны Запада, по всей видимости, приступили к подготовке Украины к весеннему прорыву, то есть с точностью наоборот. Если здесь мы сейчас с вами несколько минут назад говорили о том, что готовится очередное серьезное наступление со стороны Российской Федерации, то здесь идет речь, наоборот, что Украину готовят к весеннему прорыву. Вот мне даже нравится этот весенний прорыв. Хочу с вами на этом моменте сейчас остановиться. К чем объясняют аналитики в этом материале свою такую точку зрения, что сейчас вот это решение направить в Украину тяжелые виды вооружения, на которые раньше не решался тот же Запад, США, Германия, Франция, Великобритания и Польша предоставляют Украине как раз и одобрили отправку различной бронетехники. Как вы считаете, вот этот весенний прорыв, как мы можем его проводить вот эти параллели и корреляцию с тем, что Российская Федерация готовит серьезное новое наступление, тоже, в принципе, где-то в этот период весеннего, весенний период? Ну, тактика украинской армии очень простая. Мы должны... Это то же самое, что происходило на харьковском направлении, когда мы вымотали противников в оборонительных боях и перешли в контрнаступление. Поэтому, если мы точно угадаем направление главного удара, если мы будем готовы выстоять под этим ударом и сможем переломить ситуацию на свою пользу, то действительно весеннее наступление может быть успешным, потому что мы можем использовать тогда какое-то другое направление, на которое русские не были готовы, и там у них будет меньше войск, либо перейти в контрнаступление на направление их главного удара. То есть это все зависит от развития ситуации. Но я думаю, что все-таки, скорее всего, что мы будем ждать ихнего удара для того, чтобы вымотать их ресурсы. У них, на самом деле, кроме людского ресурса и каких-то минимальных технических возможностей, очень ограничены возможности подготовки к этому главному удару, так называемому. И реально все понимают, что это будет, наверное, последняя возможность для них переломить ситуацию. Я хочу еще продолжить. У нас с вами очень конструктивно, спокойно разбираем ситуацию. Вот я уже вспомнила о том, что у нас и 20 января очередная, восьмая уже встреча, она произойдет, я напомню, зрителям в Соединенных Штатах Америки, где будет встреча произведена на уровне министров обороны, оборонный рамштайн, это очень важно. И добавлю, украины будут самолеты, танки, дальнобойное оружие. Глава Украинского оборонного ведомства считает, что на Западе поменялось мнение о поставках тяжелого вооружения Украине. По его словам, вооруженные силы Украины получат от союзников оружие большой дальности для поражения цели на расстоянии 300 километров. Мы сейчас послушаем господина Резникова и с вами продолжим. Западные страны лишь год назад не хотели обсуждать российские поставки газа в Европу. Для них также невозможно было отключить SWIFT, невозможно было даже представить разговоры о закрытии Северного потока. Но теперь это все стало возможно, и у западного мира тоже меняется образ мышления. Я слышал об этих опасениях эскалации еженедельно и ежемесячно. Для меня это было своего рода протокольными заявлениями. Я уверен, что мы получим танки, истребители и дальнобойное оружие, которое может поражать цели на расстоянии 300 километров. Алексей Резников, министр обороны Украины, в интервью BBC. Достаточно ли Украине вооружение, которое может действовать на расстоянии 300 километров? Я сейчас очень аккуратно у вас спрашиваю, Виктор Николаевич. Давайте мы тоже этот момент проанализируем. Ну, что такое 300 километров? Это как раз та возможность ликвидации логистических центров, которые оттянули от фронта противник, потому что он понимает, что плюс 80 километров, плюс-минус, мы уже можем спокойно уничтожать и склады, и логистические их центры, и штабы, и сосредоточение войск, и мы про это все очень хорошо слышали. 300 километров – это уже более серьезные узловые и станции, и склады, которые они накапливают, в том числе и на территории Российской Федерации. И это позволит нам действительно вовремя предотвратить их наступление, если нам это дадут. Очень хотелось бы надеяться. Почему? Потому что очень много вопросов возникает в плане того, успеют ли они нам дать эти танки, которых на самом деле нет. Вы слышали или нет заявления производителя этих танков, который говорил, что нам надо целый год для того, чтобы их подготовить, восстановить и начать передавать. И другие такие моменты, которые… На самом деле очень много той техники, которую нам должны передавать, она либо еще не готова, либо еще не готов наш персонал для того, чтобы ее обслуживать. И это все затягивается на месяца. А нам надо уже вот сейчас, буквально на завтра. Или уже даже на вчера. Поэтому все это очень сложно и слушать. И я все-таки надеюсь, что мы успеем. Потому что, как правило, потом, когда что-то происходит, мы начинаем вспоминать, почему мы не успели. Я хочу еще… Да, вот, кстати, почему мы не успели. Да, это действительно вопрос, на самом деле, очень правильный. Правильный. И я все-таки думаю, что за 11 месяцев Украина не просто научилась, а Украина показала всему миру, что она учится очень быстро, и наши военнослужащие. И эти обучения, которые проходят, кстати, сейчас и в Британии, они продолжаются, и в других странах Европейского Союза. Вот тогда хочу у вас еще спросить. Вот эти решительные стратегические действия России в 2023-м, которые могут таки произойти, и могут быть в нескольких возможных курсах действия, и вы сегодня даже… Которые, на самом деле, не исключают друг друга, и вы говорили, что это может произойти одновременно по нескольким направлениям. Как вы считаете, вот если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, как будут действовать Соединенные Штаты Америки в случае вот такой вот эскалации и серьезного наступления? Я сейчас не говорю о возможном вступлении действительно и НАТО, либо же военнослужащих Соединенных Штатов Америки полноценно в войну, потому что я понимаю, что есть определенные моменты, та же военная доктрина, которая регулирует эти процессы. Но вместе с тем, вот это тезис, который очень часто можно услышать, что НАТО таки будет участвовать на территории Украины в войне. Как вы можете его прокомментировать, согласны ли вы с такой точкой зрения, что такая вероятность существует? Вы знаете, на самом деле это очень хочет Россия. Вот очень хочет. Есть категория ихних уртуителей во власти, которая понимает бесперспективность длительной войны для России, понимает, чем это может для нее окончиться. И один из выходов из этой ситуации, это затянуть именно конфликт до вступления НАТО в войну и таким образом сказать, вы знаете, мы с НАТО точно не сможем воевать, поэтому надо как-то прекращать, договариваться и уходить. И договариваться уже во вход Украины, составлением тех территорий, которые они захватили и так далее. У них тоже есть такая концепция, что вот все-таки давайте зацепим. Там, не знаю, если не Эстонию, то там часть Польши, ну они правда думают, что если зацепят страны Балтии, то им это сойдет с рук меньше, хотя я в этом плохо сомневаюсь. Поэтому, ну, не хотелось бы все-таки доводить до этой ситуации, хотя и с нашей стороны тоже есть люди, которые думают, вот давайте все-таки, чтобы эта война переросла в какой-то такой конфликт более глобальный, чем Украина-Россия. Все-таки есть надежда, что помощь придет ворами, и Украина своими силами и на своей территории закончит этот конфликт, и он не перерастет в глобальный мировой конфликт, потому что тогда будет все намного хуже. Да, и Виктор Николаевич, я вот как бы преднамеренно задала вам этот вопрос, потому что вы, да, сказали, что этого бы хотела как раз российская сторона, чтобы потом просто своих экранов телевизоров преподносить информацию российскому потребителю, который потребляет и продолжает информацию именно из российских телеканалов, где просто выйдет российский пропагандист и скажет, ну мы же вам говорили, мы же говорили, что НАТО хочет наступать, да, и вот таким образом подтвердить как раз эту версию. Я благодарна вам за участие в нашем эфире, обязательно увидимся. Я напомню нашим зрителям, что Виктор Ягун был с нами на связи, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя Службы безопасности Украины с 2014 по 2015 годы.